Да будет Божья милость над нами, братья и сестры. И надалее, как был Господь до этого времени, с нами да будет так, как и всегда. Старшие люди знают и понимают, что значит быть с Господом. И Моисей однажды сказал, Боже, если не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда. Лучше мы будем в этой пустыне, если ты не пойдешь с нами. Что значит, когда Бог с нами? Что значит, когда Бог в нашем доме, в нашей семье? Что значит, когда Господь в нашем сердце? Братья и сестры, у меня немножко другое такое слово, другого направления. Я хотел бы сегодня обратиться и к родителям, и к детям. Я прочитаю месячное написание Евангелия от Матфея, 26 глава. 47 стих, и прочитаем несколько стихов ниже. Евангелие от Матфея, 26 глава, стих 47. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, Рави, и поцеловал его. И Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Иисус, когда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простейший руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что так должно быть? Братья и сестры, время, в котором мы живем, оно вносит многие коррективы. В христианское общество и христианскую среду. И мы понимаем, братья, дорогие братья, ответственные за дома, главы семейств, понимаем. Я не раз говорю, кому-то простительно, а кому-то непростительно. Тот, который знает, что такое благодать, и на человеческие эмоции говорит, эта благодать ему непростительно, он знает, что такое благодать, и он должен сказать правду своим детям и своим внукам, или служителям церкви. Тот, который не знает, Божество говорит, будет быть меньше, но тот, который знает. Но сегодня многие братья, которые прожили долгий путь своей жизни, почему-то трудно им сказать, своим детям, а особенно своим внукам. Христианское, говорю, сегодня общество, в котором мы живем, вносит коррективы в нашу христианскую жизнь. И много чего мы уже не так, братья, не так уже понимаем, как понимали наши отцы, и даже, как понимали мы 20 лет тому назад. Можно слышать укор и упреки в адрес Слова Божьего, в адрес Божьих служителей, те, которые отметили какие-то истины Божьего Слова. И можно слышать, Павел там много чего написал, Петр много чего написал и так далее. Есть выражение, что дети, братья, нам начали ноги переставлять. То есть везти нас туда, куда они хотят, и переставляют нам ноги. Я не раз слышу, когда родители хотят ехать в одно служение, а говорят, дети нас туда не везут, дети везут нас в другое место, и мы там томимся, и нам тяжело, но дома сидеть не хочется. И потихоньку привыкаем к этому. Дорогие братья, а также матеря, дорогие сестры, как мы должны поступать именно в это время? Время последнее, и Божество говорит, и время лукавое. Дорогие молодые дети, юноши и девицы, как мы должны поступать в это время. Придет день, и придет час, когда мы дадим ответ, отчет перед Господом. Хочем мы этого, или не хочет, но каждый даст отчет за свои дела. смотря на обстановку в христианской среде, в христианском отчестве, обществе, можно заметить, что христиане позволяют себе то, чему противоречит священное Писание, и даже оправдывают свои действия и свои поступки. Здесь я писал место священное Писание, когда Господь сказал Петру, «Положи меч твой туда, где он должен быть, оставь его в покое, вложи меч в ножны твои, ибо все взявшие меч от меча и погибнут». Дорогие дети, дорогие родители, дорогие дедушки и бабушки, убийцы рождаются или нет? Родился маленький мальчик или маленькая девочка? Они безвинные. Американское слово «неповинный человек». Безвинный человек. И посмотришь на этого новорожденного беззащитного дитя. А когда вырастет, смотришь, уже бояться его надо. И не кому-то, а отцу и матери. Бояться того, которого выносила, которые выкормила, которые воспитала. Уже мама говорит, «Я боюсь его, я боюсь ее». Недавно с одной мамой говорил, говорит, братик, я ничего не могу сделать. Она еще чуть-чуть и выгонит меня с дому. Дочь, которую воспитала мама. Братья и сестры, но дети таки не рождаются. Они становятся. Почему? Какие обстоятельства или какие причины влияют на то, что они не понимают нас и нашего языка, на котором мы говорим к ним? Мать говорит одно, отец говорит другое. А ребенок не понимает ничего. братья и сестры, я хотел бы, может, начать с самого начала. «Сегодня наши дети служат в армии, фотографируются с автоматами, и это воспринимается христианским обществом как должное. так ли должно быть?» Братья дорогие, старцы, так ли должно быть? за что страдали наши братья? Мы недаром сделали несколько воскресений тому служение, когда наши престарелые братья говорили, за что они сроки отбивали в тюрмах? Я попросил, расскажите, за что вы страдали? Это что? Вы по своему неразумию страдали? Сейчас за такое не страдают. Молодые люди гордятся, если пошел в тир, пострелял или приобрел какое-то оружие, этим даже гордятся, кто выиграл, кто больше что-то уничтожил. И оно дальше и дальше входит. Я смотрю, члены церкви, те, которые являются членами церкви, они гордятся, что их отправили на поле боя и кто-то и кто-то кого-то убил. Об этом тяжело говорить, братья и сестры. Но так оно есть, и мы это видим. И я не говорю только братья, но даже молодые девицы. Когда я посмотрел, сидела в нас собрание сестра, молодая, и вот за автоматом, в руках, в военной форме, с улыбкой на лице, перед отправкой в Ирак. Я посмотрел, думаю, так недавно пела в молодежном хоре, а потом, а потом, а потом ушла, потому ей что-то не понравилось, ушла в церковь, где все можно, и оттуда, где все можно, уже направилась на важные задания. Божье слово говорит, не убей, и особенно Господь в Нагорной проповеди, дорогие молодые, братья и сестры, сказал, не протився злому, если враг твой голоден, накорми его, если он жаждет, напой его. Господь говорит, чтобы мы не брали меч в руку, дорогие родители, а в наших домах есть мечи для маленьких детей или нет? Давайте начнем с этого самого-самого начала. Кто покупает нашим деткам пистолеты, автоматы, танки, самолеты? Кто покупает? Отцы, кто за это будет отвечать? Если в моем доме дети играются автоматами и пистолетами, я говорил однажды на проповеди, когда я пришел в один дом, мальчик пять-шесть лет расстреляет меня, стреляет на меня, встал на лестничной такой, я говорю, слушай, а за что ж ты меня вываешь? Что ж я тебе взрываю? А он уже стоит из автомата по мне там. Почему? Отцы, дорогие, братья, где наши дети? Он знает, где нажать. Он знает. И мы скажем, да это безобидно, это детский. Братья и сестры, нас так родители не воспитывали. И церковь нас так не воспитывала. А в наших домах сегодня игрушечные. Я не скажу, что. Я, может, все не перечистлю, но что хоть есть, и наши дети в этом растут. Когда кто-то обижает нашего мальчика, мы говорим, дай сдачи. И вроде бы на первый взгляд смотришь, но вроде и правильно говорим. Постой за себя, дай сдачи. А Божье Слово что говорит? Дорогие отцы, дорогие матери, что говорит Божье Слово? Не так давно я слышу, как отец говорил, его обижают, обижали, но я ему сейчас сказал, обижают тебя, дай сдачи. То так дай, что больше к тебе они уже не обижали. Так дай. Братья и сестры, а тебе дорогой отец, дорогой отец, он потом сдачи не даст, когда вырастет? Может дать. Я не хотел бы кого-то обидеть, братья и сестры, но здесь сидят люди, которых обижают дети, которые дают им сдачи. В нашем городе, когда сыны выросли, отец, я не хочу называть имя, братья старшие может знают, кому я говорю. И мать ходила в нам церковь, отец был, такой разрешал своим детям все. И когда выросли, дети начали закрывать отца в комнате и сильно избивали. И мать просила дети, не бейте отца, не бейте. И они стали упреки, говорить в адрес отца. И отец долго не прожил, умер. Я не знаю, что с этими детьми. Но вырастил так отец, так воспитал. И вроде вы, дорогой отец, когда мы покупаем ребенку автомат или пистолет или какой-то танк, думаем, все-таки это игрушка, ничего страшного нет. Братья и сестры, дети воспитываются. Воспитываются, чтобы потом стать, не хочу сказать дальше, Знаете, кем стать? что потом стать? И потом мы удивляемся, почему, что наши дети вышли из вспоминания, почему в тюрмах они сидят, почему они сделали зло, преступление и даже убийство? Почему? И молодые люди, которым по 17-18 лет ходят с оружием, где они это понабирали? Где они понабирали? Братья и сестры, я скажу, где? Я сидел и думал показать свой телефон или не показать? Покажу. Братья и сестры, я пользуюсь таким телефоном. Простым, которым нет ни интернета, ничего нет, только чтобы позвонить. Чем пользуются наши дети, которым 13 лет? Какими телефонами? Кто им купил? Они сами заработали за 500 долларов, ребенок 13 лет ходит с телефоном G4, G5, G3, 3G, 4G? Где они понабирали их? Кто им купил эти телефоны? И он сидит, у него куча проблем. Я выхожу, я могу телефон выключить, а он 13 лет не может выключить. У него куча проблем. Я выхожу, говорю, сынок, сам ранее, зайди. Говорит, сейчас на телефоне, 13 лет я могу положить и отключить, положить в карман, а он не может. Родители, кто купил им? Они вот там сидят, и мы смотрим за ними. Там они сидят, мы смотрим за ними. По классах, мне учителя воскресной школы говорят, брат Виктор, у кого нет телефона новейшего, эти считаются отсталыми. С них даже смеются те, которые вместе сидят. И мы стараемся, они только раз, раз тот заглядает, раз, раз уже связались между собой, уже игры играют и так дальше. А им только 10, я однажды говорил, 10 лет мальчику он сидит с новейшим телефоном. А что там, братья дорогие, что там? Они куда хочут, им надо интернет? Им интернет не надо, но там и интернет, там все, ему 13 лет, 14 лет, они уже неуправляемые. Разве мы не можем поставить преграду и сказать нет? Если отец стоит в доме как священник, мы только музыканты спели псалом, хороший псалом, спели за дом благословенный, где псалмы поются, где отец священник. Братья и сестры, мы вроде бы детям нашим угождаем, когда ты будешь послушный, я тебе куплю. И отец купил для чего? Новую машину. Он не заработал на БНВ, когда ему 16 лет, но он едет на БМВ, он едет на Мерседесе и так дальше. Где он взял? Он заработал? Нет, отец купил. Для чего отец? Для чего мать? Если мы повозим до 18 лет, ничего страшного не будет. Я однажды говорил, я же в соседстве, был отличный брат, молодой брат, 16 лет, был такой, всем помогал, мы только приехали туда, это был 92-й год, он был такой приятный. И вдруг отец купил ему машину, ему было 16, чуть-чуть больше, за 3 месяца стал неузнаваемый. Неузнаваемый, не только не помогал, начали бояться его. Братья и сестры, и часто мы, родители, делаем вред, а потом удивляемся, почему, почему ребенок, почему сын, почему дочь. Я говорю, идет сестричка маленькая, ей 5 лет, кто ее накрутил? Почему у нее такой волос? Почему она накрашенная? Ей краситься нужно, когда ей 5 лет, мама. И мы потом удивляемся, почему наши дочери, почему наши сыновья выходят из повиновения. А потом, когда мы повраслеем, я хотел бы сказать, братья и сестры, нет времени больше говорить, но я хотел бы сказать, всех, которых есть оружие, братья, повыбрасывайте, положите их в свое место, в мусорный ящик. В кого есть молодежь, бивеганы, ходите там, баночки стреляете, ждете, чтобы беда была. У нас было в Сакраменто, молодые люди в гараже прострелили друг друга. А почему? Потому что отец разрешил. И дети имели. И для того, чтобы поиграться. И пришло время, поигрались, повезли в больницу после этой игры. Мы сегодня говорили, была записка, что семья пять человек. Кто был на собрании на 11 часов, я говорил, семья пять человек. И жена написала записку, помолитесь, чтобы Господь вразумил мужа. Все деньги в казино увозят. Почему? Откуда это началось? Пять человек, семья, жена, дети, последние забирает и возит, везет в казино. А что будет дальше? Братья и сестры, кто за это ответственен? Почему, когда надо было сказать наши братья, я особенно требую к себе и братья к нам, почему боимся сказать нашим детям, в которых есть свои дети? Почему боимся нам тяжело сказать нашим невесткам, нашим затем? Мы хотим быть хорошими? Христос сказал, когда нужно было сказать, гробы украшенные, лицемеры. Почему Господь говорил, мне бывает тяжело сказать, обидеться? Скажи, дорогой, как ты оделась? У тебя семья? Что ты купил своим детям? Почему ты собрание пропустил? Пропустила? Что ты одела на ребенка, когда ему три-пять лет? А кто им скажет, братья? Кто им скажет, если не мы? Если не отец? Хорошо, если отец стоит в доме, может, наши дети и не поймут все сразу, но пройдет время, и они поймут, и будут уважать этого отца, и будут уважать эту мать. Мы удивляемся, почему наши дети выходят из исповиновения. Когда подрастают у них другие направления, потому что, братья, часто смерть торгается в наши окна и забирает наших детей на улицах и на площадях. Как часто наши дети идут туда, куда родители не идут. Они идут туда, где зло, где беззаконие. Они идут туда, где нечистота, и родители, зная это, защищают своих детей. И потом погибли. И мы все плачем. Братья и сестры, мы все плачем. А уже ничего не вернешь. К большому сожалению, уже некоторые наши молодые не только недавно стали атеистами, которые пели в хорах, которые проповедили Божье Слово. Они уже оскорбительные слова говорят в адрес Бога и Его Церкви. Почему? Где это взялось? Где этот источник? Где это начало? А может мы, дорогой отец, не стояли там, мать, где нужно было стоять, и разрешили, почему Дух Святой говорит, дети мои, очистите свои дома от нечистоты, очистите свои сердца от нечистоты. Будет время, придет такой час, я скажу, убийца, не тронь, это мои. Кто, братья, будет очищать? Кто будет очищать? Наши дома, кто будет очищать? А сегодня в одном углу один в интернете, в другом углу другая в интернете, а тот, кто знает, что вытворяет, а того нет, уже два часа ночи, и отец спокоен, и мать спокойная. Где они? И нам приходилось звонить, где твоя дочь? Она в подружке, не в подружке, возле клуба стоит. Где твоя дочь? Братья и сестры, и сегодня Слово Божие к каждому из нас, священники в домах, братья, не придет ли день, когда Господь спросит нас за наш дом, спросит нас за наши действия, спросит нас за наших детей, сыновей и дочерей, что мы вложили в веру, которая обитала в бабке твоей, которая обитала в матери твоей, я уверен, что она и в тебе. Дай, Боже, нам силы передать нашим детям веру, чтобы музыки и каких-то вопрей не было с нашего дома. Сын 10 лет, он включает музыку, все хремит, соседи звонят, что такое. Милиция приезжает, успокаивает, христианская семья. Доровой отец, да поможет нам Господь, вложи меч твой в ножны твои, ибо все дети убивать нельзя. Говорит Божье слово, не убей, это сказал Господь. Молодые, юноши, девицы, которые играете с этим, не посещайте эти места, не берите в руки оружие, какое бы оно ни было, огнестрельное и игрушечное. Детки, если у вас дома есть, выбрасывайте это все. Оно не нужно, оно греховно, оно ведет до беды, до горя и слез. Оружие наше не плотское. Слава нашему Господу! Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам противостоять злый. Если мы вооружаем наших детей в оружие духовное, они будут сильны, и они окажутся победителями. И те, которые с ним, они победили его кровью агнца, они победили святительством Господа Иисуса Христа. Суть званые, избранные и верные. Да поможет нам в этом Господь. Слоним колени, помолимся. Аминь. Спасибо.